Привет, Левра Мерлен, и добро пожаловать на самый необычный рум-тур. Позвольте представиться, меня зовут Евгений Захаров, я командор Рейненбаумского общества, любителей парусного спорта, а также президента Рейненбаумского морского фестиваля, который проводится в акватории Финского залива здесь, в городе Ломоносов, раз в год в конце августа. Сегодня мы находимся с вами на борту хаус-бота. Есть такой вид водного транспорта или, я не знаю, плавательного средства. Это не катер, это не дом с фундаментом, это не дебаркадр, не самоходный, а это вот специальный хаус-бот. Хаус-ботами полна Европа, потому что это очень популярный вид проживания, существования на воде. Вот мы решили не отставать от мира и построить свой хаус-бот. Строили мы его не так долго, буквально начали летом прошлого 2020 года, построили корпус, за зиму сделали надстройку и, разумеется, перешли к таким важным вещам, как насыщение интерьера и важных моментов для отделки нашего хаус-бота. И здесь нам на выручку пришел наш давний добрый партнер, сеть строительных гипермаркетов, Леруа Мерлен. Только обратившись к ним, мы сразу получили протянутую руку помощи. И, собственно говоря, большинство материалов по отделке и по решению интерьеров в нашем хаус-боте, это как раз компания Леруа Мерлен. Я вам об этом сейчас расскажу, немножко проведя рум-тур по нашему небольшому помещению. Итак, непосредственно о том помещении, в котором мы сейчас с вами находимся. Это самая большая территория нашего хаус-бота, и она предназначена для того, чтобы здесь проводить собрание нашего раненбаумского общества любителей парусного спорта. У нас есть два рабочих места. В данном углу влево у нас находится консоль управления. У нас, я напомню, управляемый хаус-бот, то есть его можно под мотором проходить определенные дистанции и так далее. Да, конечно, это не катер и не яхта, он не предназначен для пересечения океанов, бурных вод, бороться с волнами и так далее. Нет, это спокойная вода, озеро, реки, ну, где угодно, где нет волны. При решении этого помещения мы воспользовались, ну, скажем так, многими идеями. Обычные панорамные окна, которые мы взяли, сделали из стеклопакетов, мы не просто их поставили, а поскольку они занимают большое остекление, мы здесь находимся, мы их тонировали, бронировали дополнительно еще и, в общем-то, создали такое довольно крепкое и теплоустойчивое пространство. Решение с потолком нам тоже пришлось необычное применять, потому что не хотелось утяжелять потолок, это самая высокая точка нашего корабля, и чтобы не было качания, мы искали легкий материал. Мы выбрали натяжные тканевые потолки, которые, в общем, так довольно, казалось бы, мягкие, но они выдерживают до минус 60 градусов температуру. В наших широтах это все меня вполне устраивает. Как я уже сказал, консоль управления, которая позволяет управлять кораблем. Обратите внимание, пожалуйста, вот на такие двери, которые мы, кстати говоря, тоже приобретали в Леруа Мерлен. Это обычные раздвижные двери, но мы их сделали, адаптировали, как морские. То есть, иллюминаторы сделаны у нас специально по заказу, и каждое помещение у нас снабжается такой раздвижной дверью, что нам позволяет экономить пространство. Двери не хлопают и не мешают, и мы посчитали, что это очень удобно. Посмотрим, как они будут в эксплуатации, но пока вот так вот. Особного внимания хочу привлечь ваши к нашим полам. Опять же, задача была такая, чтобы это был пластичный материал, морозоустойчивый и влагоустойчивый. Здесь, во-первых, много людей проходит, мы находимся на воде, даже, может быть, и такие случаи, когда волна захлёстывает, и, например, любой другой материал, будь то паркет или ламинат, но он вряд ли выдержит такие условия. Мы пошли по пути не экономии, а по пути практичности. Мы взяли линолеум из серии предлагаемых Леруа Мерлен, но линолеум непростой. Я искал линолеум с рисунком палубной доски, то есть это продольные, без перемычек, такие доски с разделительной полосой. Я искал поуже, но вот нашёл такое. Это было дёшево, практично и удобно. Теперь у нас на полу лежит этот удобный линолеум, все обращают на него внимание, кстати говоря, стоит он очень недорого, а выглядит вполне себе респектабельно. Мы находимся с вами на палубе, а внизу есть ещё и трюм. Трюмы у нас снабжены люками, и опять же с помощью алюминиевых уголков, которые тоже купил Леруа Мерлен, мы так окантовали наши люки, и они, собственно говоря, сейчас секундочку, лёгким движением руки открываются, и внутри у нас ещё пространство, ну, порядка метр двадцати, где у нас расположены хранилища пищи, например, воды, если для походов, а также у нас есть бункеры для чистой воды, для автономного похода, для сбора серой воды, фекальной. Мы не сбрасываем загрязнённую воду и отходы за борт, у нас всё очищается, и специальным образом бункеруется и складируется на берегу, то есть мы это вывозим. Ну, а теперь пройдём на наш камбуз. Кухня, по-граждански кухня, по-морскому камбуз, представляет собой центральную часть нашего корабля, собственно говоря, она одна из самых таких уютных у нас получилась, и предназначена для чего? Для приготовления пищи, хранения продуктов. Здесь у нас сконцентрированы две варочные поверхности, одна индуктивная, другая газовая. Индуктивной мы пользуемся, когда мы привязаны к берегу и получаем питание, ну и газовая варочная поверхность, когда мы идём в походе, например, в будущем. В этом месте у нас предполагается стиральная машина, она у нас уже приобретена, просто ещё не интегрирована, не вставлена. Ну, обычные пользовательские приборы, такие бытовые, как накрывал новую печку, варочка, также чайник и так далее. Обращу ваше внимание на кухонный гарнитур, который мы заказали, и нам Леруа Мерлен исполнил, и более того, предоставил, подарил. Это кухонный гарнитур, который сделан по специальному заказу. Вот не предугадывая, а вот просто нам повезло, размеры нашей кухни чётко подошли под стандарты Леруа Мерлен, и все эти модули у нас вписались вот прямо вот сантиметр в сантиметр. Мы очень довольны этим. Также мы здесь приобрели и Леруа, и вытяжку. В общем, практически всё. Я, как всегда, говорю, что в Леруа можно зайти и просто там, я не знаю, эсминец построить из тех материалов, которые есть. Вы, наверное, обратите внимание, что у нас всё белая поверхность. Да, мы ещё не обжили это пространство. Разумеется, у нас тут много всяких картинок, фотографий. Ещё добавятся перилок, потому что при качке хочется хвататься за стены. Ну, а чтобы не захватать эти... не захватать эти стены, у нас будут такие аккуратненькие перила. Клейка стен. Мы взяли стеклообои из Леруа Мерлен. Почему стеклообои? Потому что они, опять же, такие стрессоустойчивые, я бы сказал. Они тянутся, они не рвутся и спокойно переносят и влагу, и перепады температуры. В принципе, очень довольны этими стеклообоями. Это такая фактура рогожка, и мы покрасили специальной такой устойчивой моющейся краской. Как я уже говорил, здесь немного помещений, это всё самодостаточно, мы рассчитывали чётко, чтобы хватило всем присутствующим. Это не плавучая гостиница и не такой дом с многими спальнями. Но у нас, разумеется, есть ещё и отдельная каюта. Вот видите, у нас раздвижные двери, о которых я говорил. Небольшая каюта, которая достаточно компактная, я её называю капитанской каютой, где капитан или дежурный в этот момент на вахте может всегда отдохнуть. Мы тоже долго выбирали отделочные материалы, и мы приняли решение взять отделочные панели вертикальные, пластиковые, с фактурой лён. Мы нашли их в Леруа Мерлен. Цена вопроса не такая большая, на отделку комнаты около 10 тысяч рублей уходит. Вот этим льняными, скажем так, панелями будет отделана основная поверхность стены, и внутри будут шкафчики, кровать с рундуком, то есть поднимающаяся кровать, рабочее место, столик, в общем, всё будет достаточно уютно. Я бы хотел отдельно вам показать сауну, потому что без сауны дом, я считаю, не дом, без бани. Сауну мы уделили достаточно большое место, чтобы могло уместиться 5, 6, 7, а то и 8 человек в зависимости от комплекции. Отапливаемся мы по-честному, дровами, никакого электричества, ну, где в море взять электричество, его не хватит. Так что у нас дровяная печка с топкой на улице, ну и сауна. Сауна тоже необычная, потому что, опять же, экономия пространства, мы придумали такой вот лайфхак. У нас верхняя полочка складывается, сейчас я вам продемонстрирую это, и превращается в лежак, такая полутораспальная кровать для неприхотливых смен в самый раз. Ну, я уже несколько раз обращал внимание, поскольку мы делаем обзор для зрителей канала Леруа Мерлин, я обращаю внимание в сети материала и комплектующие, которые мы покупали в этом магазине, в этой сети к беремаркетам. Кстати говоря, саунная дверь очень недорогая и достаточно надежная, тоже куплена в Леруа Мерлин. Когда дверь открывается, она перекрывает у нас коридор, проход, и можно свободно пройти в душевую, которая напротив. Пшита она у нас осиновой вагоночкой, не стали мы тут обашем, выпендриваться, а просто осиновая качественная вагонка. Леруа Мерлин поставка. Окна у нас специализированные, то есть, такие вандалу стоящие, металлические. После того, как баня протоплена, кровать может использоваться как спальное место. Здесь очень хорошо дышится, здесь отдельная вентиляция, здесь еще будет подсветка такая будет в виде ленты, так что это все будет достаточно уютно и интересно. Кстати говоря, зимой, когда мы строили корабль, мы используем баню как источник отопления. Она протапливается отходами производства, досками. Мы открываем дверь, и теплый поток заполняет и удерживается уже в самом доме. Так что, сауна у нас еще и дополнительный источник тепла. Как и чем выстелить пол в бане? Разумеется, нам нужно было нечто влагоустойчивое, гидроизоляционное, и мы выбрали вот такую модель мозаики, это такие круглые кнопочки. Их нам также предоставил в плане партнерской помощи компания Леруа Мерлин. Это очень приятная такая тактильная штука. Да, она прохладная может кому-то показаться, но мы скорее всего еще сделаем здесь такие решеточки, чтобы ногам было тепло и приятно. С другой стороны, кафель нагревается и инерционно удерживать тепло это тоже будет приятно. Выйдя из бани, вы видите здесь развяжную дверь, которая ведет у нас санузел. Это нам еще предстоит сделать. Ну и очень интересно, это такая контрдверь, которая напротив входа. По ней мы можем пройти с вами на второй уровень. Пока это еще крыша покрыта ПВХ-мембраной, но в будущем это будет специальное покрытие из дерева и сверху мы хотим пришить искусственный газон, который тоже планируем приобрести в Леруа Мерлин. На этом дополнительной кровли будут установлены солнечные батареи, будут стоять стульчики для отдыха, натянутые леера для безопасности. Так что дом еще в процессе своего развития, но в скором времени он приобретет свой окончательный вид. Ну вот, я и на втором уровне, то есть на крыше, которая в скором времени превратится в обитаемое пространство. Собственно говоря, на этом я завершаю наш рум-тур, простите, нашему плавающему думу необычному. Ну и что хочется сказать напоследок, не будьте своих мечт и желаний, главное взяться и сделать. А в этом вам поможет Бюро Мерлин. Субтитры создавал DimaTorzok